Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей прихисторик Кингдон. Много вкусняшек сегодня, советую слушать внимательно. Вся информация будет касаться будущего обновления 12. Бронтозавр готов к выходу в следующем обновлении. Эта громовая ящерица, появившаяся в качестве альтернативного рода для другого вида, в этом же обновлении Апатозавра, наверняка поразит гостей своим экстравагантным рисунком и спинными шипами. У бронтозавра есть набор больших роговевших шипов, проходящих по бокам его шеи, и ученые парка считают, что они могли использоваться во время споров с другими членами стана. Выглядит как неплохая отсылка к доисторической планете и, возможно, союзу между двумя масштабными проектами, посвященными доисторическим животным. Ну а прежде чем мы продолжим, хочу представить вам небезызвестный мне сервер по игре The Isle Legacy, проект The World of Dinos. Вы долго искали сервер в Legacy, где не будете чувствовать себя утиснутыми правилами? Тогда этот выбор идеален для вас. Начните изучать удивительный мир динозавров, полностью погрузившись в атмосферу доисторических времен. Насладитесь приятной игрой полукос сервера и почувствуйте новые эмоции. Часто проводящиеся ивенты и вкусные плюшки – все это на сервере The World of Dinos. У сервера есть собственный сайт на покупку динозавров и цены там не кусаются. Также сервер в скором времени откроет свои ворота в мир для игроков Эврима. Ссылки все будут в описании. Заходите в Дискорд, общайтесь и участвуйте в различных розыгрышах. Администрация всегда с вами на связи. Едем далее. Одна из целей в следующем обновлении 12 – пересмотреть некоторые системы, такие как Рейтинг Парка, чтобы понять, где ее можно улучшить. Благодаря предлагаемому обновлению, представление управления Рейтинг Парка будет отображать четкую разбивку компонентов и текущий прогресс в достижении следующей цели. Также разработчики не успели дать большого разнообразия гостям в обновлении 11, но в 12 они это исправят. Добавят различные вариации одежды гостям, а также добавят им реквизиты, такие как шляпы, телефоны и прочее. Гости, наконец, смогут нормально делать селфи на фоне животных. Анкилозавр. Обновление 12 будет ориентировано на контент и будет выступать в качестве буфера разработки. Пока разработчики будут работать над обновлением 13, оно будет включать в себя новую карту, новую тематику строительства и трех животных. Апатозавра, Бронтозавра и собственный бронированный танк, Хайлкрик, Анкилозавр. Обучение в игре. Обучение уже давно является горячей темой среди новых и вернувшихся игроков. Поэтому разработчики хотят, наконец, обсудить подход к будущему. Для начала поговорим о требованиях. Нужна легкодоступная система обучения, которая проведет игрока через механику в его собственном темпе. И которую можно будет легко расширить или изменить на любом этапе разработки. По этой причине будет переход на систему, доступ которой можно будет получить во время игры в песочнице или испытании. Идея состоит в том, чтобы иметь доступ к пошаговым руководствам через меню справка, охватывающим небольшие фрагменты игры. Эти уроки будут текстовыми, с выделением кнопок или элементов на экране, чтобы помочь игроку. Поле обучения должно быть перемещаемым, чтобы оно никогда не закрывало важный элемент пользовательского интерфейса. Ну что же, будем ждать. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол. Палец вверх, подписка на канал и бацей обязательно в колокол.